С началом года в России стартовала кампания по декларированию налогов. Отчитаться о своих доходах должны индивидуальные предприниматели, юристы, а также физические лица. Однако это не единственная новость для налогоплательщиков в наступившем году. Не позднее 4 мая декларацию 3 НДФЛ, а именно по ней отчитываются о своих доходах физические лица, можно подать в инспекцию по месту своего учета, ну и конечно в МФЦ. При этом гражданам стоит помнить, что речь идет не только о тех, кто занимается каким-либо бизнесом. Налог надо заплатить после совершения целого ряда других операций. Продажи квартир, комнат, земельных участков, иных объектов налогоблажения, это транспортные средства. Те граждане, которые получили в дар имущество не от близкого родственника, граждане, которые продавали ценные бумаги и другие категории. Еще одна приятная новость ожидает пользователь интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика». С текущего года они смогут получить имущественные и инвестиционные вычеты в упрощенном порядке. Речь о расходах на покупку недвижимости и уплате процентов по ипотеке. Налоговые органы сформируют заявление, которое выложат в личные кабинеты. И в личном кабинете налогоплательщик просто поставит «Да, я согласен на получение данных вычетов». То есть не нужно никаких документов, не нужно заполнять никакую декларацию. Кроме того, после 20 марта можно будет в такой же упрощенной форме получить неиспользованный остаток по имущественному вычету за приобретенную в 2020 году недвижимость. Для этого, так же как в предыдущем случае, надо просто регулярно мониторить сообщения в личном кабинете налогоплательщика. Продолжение следует...